Я до сих пор не могу поверить, что на меня подписаны больше 500 человек. Спасибо вам за лайки, за подписки, за комментарии, что вы меня отправляете, а также обращайтесь ко мне в личное сообщение. В этом видео мы будем устанавливать все части NFS, вышедшие еще на PS1, на PS3. Для этого открываем этот компьютер. Заходим мы сегодня на жесткий диск и открываем специальную папочку, отдельно выделенную для всех частей NFS, вышедшие еще на PS1. Если очень многие игроки жаловались на Need for Speed Pro Street или, допустим, Shift, Shift Unleashed 2, то PS1 также саморадовал нас официальными гонками, такими как Need for Speed Virali и Virali 2. Раньше, в зависимости от региона, одна и та же игра могла разительно друг от друга отличаться. Так, например, в Японии вместо Need for Speed ее назвали Overdriving, и имела она под заголовок Skyline Memorial. В отличие от стандартной стоковой версии со стоковыми автомобилями, она имела себе японский внутри автопром. Так что на сегодняшний момент, the Need for Speed или Overdriving является приятными дополнениями, что американско-европейская, что японские версии. Все то же самое можно сказать про Need for Speed 4 и Hot Stakes. Мы будем иметь самую обычную стоковую версию, а также есть Overdriving 4, то есть та самая японская версия, которая буквально включала в себя пару японских автомобилей, как Nissan Skyline. Ну и естественно, ханковская версия находится на посередине, является Complete Edition. Это когда от всех версий Need for Speed High Stakes запихнули в одну игру и пофиксили некоторые баги, а также название трасс, некоторые ошибки внутри игры, ну и так далее. Я также самое повторюсь, что PlayStation 3 читается абсолютно все форматы на PlayStation 1. Например, во всех папочках установлен формат BIN QE, ну кроме вот Virali 2, который имеет формат CCD и Sub, а во всех остальных форматах файла BIN и в конце QE и так далее. Давайте рассмотрим, что BIN QE, что BIN QE, что BIN QE. Что ж, давайте взвесим и проверим, сколько за все про все весят все стоковые версии Need for Speed, вышедшие на PlayStation 1, а весят 3,78 к сравнению с следующей частью, которая выходила уже на PlayStation 2. Таку, Next Gen консоль того времени весила примерно столько же. Так что одна игра на PlayStation 2, самая первая часть NFS Hot Pursuit 2, весит как целые 7 частей на PlayStation 1. Что ж, все игры были выделены, нам осталось только запихнуть это все на USB накопитель файловой системы NTFS или FAT32. Нам не важно, главное, чтобы хватило места на нашем USB носителе. Ну и естественно, вот мы видим, что она обладает скоростью 3.0, судя по голубой нашивке снизу. Ну что ж, давайте приступим, извлечем ее безопасным способом и вставим ее в правый порт PlayStation 3. Ну и следующая папка, которую я вам хочу представить, называется Need for Speed PlayStation 2 Info, то есть информация о всех частях NFS, вышедшие еще на PlayStation 1. Например, первая часть The Need for Speed, ссылочка на ее скачивание, следом за ней идет и чисто уже японская версия The Always Run Skyline Memorial, в котором включает в себя японский автопарк. И также сам будет касаться и четвертой части High Stakes, обычная стоковая, которую мы часто с вами играли. Затем идет японская версия демонстративная и Complete Relation, то есть от всех частей версии, точнее регионов NFS High Stakes было впихнуто в одну игру, а также были исправлены какие-либо баги и ошибки. Ну и так далее. Ну и следующий документик, я там собрал все необходимые плейлисты музыкальных саундтреков от мала до велика, от первой чайной Need for Speed, да и последняя Bosch Unleashed, вышедшая в 2000-х годах. Мне, например, нравятся некоторые саундтреки с High Stakes, динамические саундтреки с третьей части и замечательные треки от Virali второй. Ну что ж, давайте приступим. Да, чуть не забыл, эта папочка будет специально в закрепе под этим роликом, чтобы не захламлять описание YouTube под этим видео. Выделяете всю ссылку, вставляете в поисковую строку, спокойно находите ссылочку на скачивание, скачивайтесь, пользуйтесь, играйте на здоровье. Итак, мы на PlayStation 3. Заходим в наш аккаунт. Итак, наша задача выбрать любую другую утилиту, чтобы эти игры оказались внутри нашего жесткого диска. Что для этого делается? Выбирайте либо Multiman, либо Iris Manager, но для начала мы должны включить HAN. Все, мы подрубились к HAN, но теперь достаточно нам зайти в папку PlayStation 3 и выбрать одну из утилит, например, Iris Manager, либо Multiman. Давайте зайдем для наглядности в Multiman. Внутри Multiman должны заскроллиться L1, либо R1 кнопкой до XMB меню внутри Multimana. Перейти на маленький домик и свичнуться с MMCM на Multiman. Обратите внимание на маленький домик. После того, как мы свичнулись под этим маленьким домиком, теперь написано Multiman. Мы должны просканировать все порты на PlayStation 3, а затем перейти на главный файловый менеджер. Переходим на файловый менеджер. Правым стиком просто передвигаем на PlayStation 3 root. Кликаем два раза и у нас тут определился сам USB накопитель USB, PFD, USB 3.0. Заходим в него. Ну и все. Мы зашли на эту папку PlayStation 1 игры в все части NFS. Заходим и выделяем те папки, которые мы хотим скопировать. Внимание, на четвертую часть я, наверное, буду копировать чисто в Complete Edition, а стоковую японскую версию я предпочту не трогать. Давайте выделим. Выделяется кнопочка и со стрелкой вниз. Короче, нажали на X, переходим вниз и нажимаем на X. Выделяем те папки, которые нам необходимы. Ну что ж, поехали. Вот так вот у меня получилось выделить все папки. Я скопировал практически все, кроме опять же стоковой и японской версии. Затем просто на любую из этих выделенных папок нажимаем на кнопочку 0. Нажали и он выдает только одно действие, это копировать. После копирования выходите полностью с USB накопителя и заходите на жесткий диск. Это DF HDD 0. И тут же направляйтесь к папке PlayStation X ISO. Выбирайте любое другое пустое место, нажимаете сперва на X, затем на 0 и нажимаете на кнопочку вставить. Подтверждаете. И он начинает копировать эти игры. Вот такой вот у нас получился богатый список всех частей NFS. Да и взгляните внимательно, каждая папочка просто аккуратненько подписана, что для себя просто радует глаза. Здесь X части, первые две части вирали и основные, вторая, третья, четвертая, пятая и первая части. Ну что ж, нам остается просто выйти из этого приложения и перезагрузить нашу приставку. Нажимаем на кнопочку PlayStation и отключаем систему. Отключить подтверждаем. Залетаем на нашу учетную запись. После того, как залетели в вашу учетную запись, нужно будет опять подключить HAN. После того, как запустится HAN, идете вниз в папочку игры, выбираете папку PlayStation 1. Ну и давайте начнем с X частей, например, с Need for Speed вирали. У нас запускается вирали, давайте посмотрим, как она запустится дальше. В Full HD ничего не меняется практически. Запускается логотип PlayStation. Что ж, у нас игрушечка запустилась. Игра 97-го года, она вышла наряду с Need for Speed вторым. Наверное, из-за этого не сыскала очень большой популярности. Какие-то стейтс. Давайте вот это вот выберем. Давайте, давайте выберем машинку. Ой-ой-ой, какие низкополигональные. Ну не такие низкополигональные, как по сравнению с той же первой частью. Давайте выберем, ух ты, ну давайте вот такое вот. Все, гоу, погнали. Во время этой игры я понял одно, что коллизия, амплитуда, в целом, в этой игре немножечко парят в воздухе. Наверное, сделано для того, чтобы сильно травмировать железо PlayStation 1. Игра, сразу видно, дает 60 кадров в секунду. И так как она старая, в ней отсутствует управление стиками, а лишь стрелками. И управление тут самое топорное. В игре не чувствуется абсолютно ничего. Ни кочек, ни соперников, ни стен, ни травы, ничего. Но очень хорошие спецэффекты. Игра чисто на любителя. Я прошел, поугарал немного, немножечко привыкал к управлению, но в целом играбельно. Даже как-то немножечко не верится, что игра 97-го года. В этой игрушечке отсутствует все. Ни альфа, ни отражение на машине. Очень низко полигональные автомобили. А это 97-й год, в то время еще выходил Gran Turismo 1. И Need for Speed 2, когда к тому времени там были огромные лошадные локации и очень хорошее управление по сравнению с этой частью. Возможно, из-за ее слабой коллизии, амплитуды, да и всего. В целом, возможно, из-за топорного управления она таки и не сыскала такую веселую популярность, как Need for Speed 2. Давайте перейдем к следующей игре. Need for Speed Ferali 2. По сравнению с предыдущей частью, в этой части было исправлено все. Детализация автомобиля, вот тебе отражение альфа, вот тебе загрязнение автомобиля и повреждение его. Да, естественно, учитывается железо PlayStation 1. Если ты гоняешь с кем-то, то, естественно, детализация вашего автомобиля немножечко ухудшается, дабы немножечко сместить и поместить еще двух-трех игроков на одну локацию. Но если вы едете на время, либо же, допустим, тренировочный заезд, детализация вашего автомобиля становится неизменным, так сказать. Но единственное отличие, ваш автомобиль начинает грязниться и придавать эффект настоящности. А так, в целом, рекомендую. Это замечательная игрушечка, чтобы скоротать замечательный вечер. А так, по поводу амплитуды и физики, она немножечко здесь пофикшена. Да, вот, допустим, после заезда на гравий, заезжая на траву, моя машина не переворачивается на все 360 несколько раз подряд, а просто начинает немного скользить. А так, иногда просто чувствуется, что опять машина лавирует, где-то парит в воздухе. Чувствуются так же соперники. Я действительно могу бить этих соперников, могу таранить их. Я чувствую асфальт, я чувствую гравий. В целом, работа очень хорошо сделана. Были исправлены многие недочеты, ошибки. Но все же видно, что железо PlayStation 1 немного не дотягивает до настоящности. Очень хорошие саундтреки. Но жаль, что их очень мало. Примерно нормальных таких штучки 2-3. А все остальные чисто для гонок, лишь бы для ритма. Но и даже и хорошие треки все равно в целом приедаются. Исправлен так же искусственный интеллект. Обратите внимание, я хотел протаранить как раз таки друга, которого обгонял по второму кругу. Я ехал прямо на него, чтобы осуществить таран, а он взял быренько, съехал именно в левую сторону. Ну и визуальная составляющая, мое почтение. Тут тебе и снег, тут тебе и дождь, тут тебе и слякоть, тут тебе и отражение. Тут тебе и поломка автомобиля, тут тебе и загрязнение автомобиля. Тут тебе и два человека сидят в кабине автомобиля. Один из них пилот, другой помощник. Тут тебе замечательное музыкальное сопровождение. Тут тебе и немножечко такой пофикшенный, лучший искусственный интеллект. И тем более руками поворачивает водитель намного интереснее и лучше визуальнее, чем в том же Need for Speed High Stakes. Мое почтение рекомендую всем. Самое первое чай, the Need for Speed. Мой бог, я чувствую настоящий драйв. На самом деле я чувствую, что это автомобиль. Я чувствую, у него тяжесть. У него есть вид от первого лица. Богатая энциклопедия всех машин, которые есть в этом списке. Хочешь информацию о Феррари, хочешь информацию о Ламборджине, хочешь информацию о Дорже. А кому угодно, боже, замечательная игрушка. Рекомендую всем, невзирая на графику. Интересный факт, максимум полигонов всего здесь 100. О боже, я рекомендую ее всем. Она даже немножечко смахивает на OutRun. Очень интересная, захватывающая музыка. Очень интересные моменты. Еще вот-вот и я взлечу в воздух. И дико-дико прикольные и приятные видеоролики, а также саундтреки. Ребята, я не знаю как вы, но я рекомендую всем. В японской версии, помимо названия, я повторю, на Ring for Speed мы имеем уже Overdraming. Мы имеем другую визуальную составляющую. А именно другой шрифт, другое меню, другие слайды, другие видеоролики, другой автопарк. Теперь он состоит из одних лишь японцев. И довольно-таки интересных. И так как игрушка вышла на год позже, где-то уже в 97 году, мы имеем уже немножечко красивую детализацию. Она поправилась как минимум уже на полигонов 50-70. По сравнению с первой частью, Need for Speed 2 выглядит намного красивее. Но оно и понятно вышло уже спустя год. И видим разнообразное меню. То же самое практически, что и в первой части. Вот вам интересны сурреалистичные машины с их интересными роликами, прикольными заставками, музыками. Ну, говорят, многим не зашло. Но в целом, она стала, как по мне, более такой нерезкой, как в первой части экшоновой, словно ты взлетаешь в космос, а стала более мягкой. То есть, круги стали намного легче, оппоненты стали такими тихими, спокойными, что даются, словно, дрессировки, едут, условно, по своему какому-то визуальному канату, а ты едешь себе и порой чуть ли не засыпаешь. Так что игрушка на любителя. Есть, конечно, работа над ошибками, но они оставляют порой желать лучшего. Меню в Need for Speed 3 стало намного легче по сравнению со второй частью. Оно более стало понятней, интуитивней, да и разнообразней, даже в неком роде. Тут тебе и погоня, плюс еще подача придалась, и машины намного приземленнее к человеческим, а не все реалистичнее по сравнению со второй частью. Ну уж куда уж со второй частью, но в третьей части управление сделали еще легче, еще интуитивней и понятней. Мне тут нравится визуальная составляющая. Я как минимум уже могу определить, что за значок на марке автомобиля. Очень интересно сделали отражение, то есть поправили альфу. Смотрите, сейчас отражаются якобы облака, а потом бац, отражаются якобы тот самый мостик деревянный, и тем более он двигается в направлении самого автомобиля. То есть если мы едем назад, якобы идет отражение назад. Если мы едем вперед, то отражение идет вместе с нами вперед. То есть имитирует реально отражение самого автомобиля. Мы сейчас выйдем с моста, после чего на боковых окнах нашего автомобиля будут отражаться деревья. Ну а если в некоторых локациях проехать мимо зданий, то естественно в наших боковых окнах будут отражаться здания. Очень-очень прикольно, круто, визуально сделано. Я теперь понимаю, почему его очень сильно полюбили. Во-первых, автомобиль, во-вторых, красота, очень яркие и сочные картинки. Ну и плюс аварийная составляющая, и очень сильно адаптированная музыка. То есть темп музыки меняется в взаимоотношении с внешним миром. Если вы столкнетесь с проезжающим мимо автомобилем, да и вообще с другим любым объектом, музыка немножечко утихнет и успокоится. Если вы, естественно, набираете скорость, темп музыки начинает ускоряться. Очень-очень прикольно сделали. Просто 10 из 10 рекомендую к просмотру и к игре. Мне кажется, Need for Speed 4 Hatch Stakes является самой дорогой, да и самой лучшей частью Need for Speed, вышедшей на PlayStation 1. Она нагло выше предыдущей части, а может быть даже и на две. Она нагло даже выше пятой части, которая выйдет аж через год, не считая коллизии. И тут коллизии довольно-таки на очень хорошем уровне. То есть машина ощущается автомобильным, как и в предыдущих частях, по сравнению с частями Virali. Также присутствует очень много анимаций. Во-первых, первые визуальные анимации, которые окружают вокруг все, что находится вокруг тебя. Это анимация какого-нибудь самолета, анимация каких-нибудь шаров воздушных, снега, анимация какого-нибудь падающего водопада, тут тебе крутящиеся мельницы, лестницы и так далее и тому подобное. Богатый разнообразный автопарк, начиная с обычного простенького BMW, заканчивая с каким-нибудь McLaren или Ferrari. Тут даже у мимо приезжающего автомобиля крутятся свои колеса. Карьера с модификацией своего личного авто и улучшения характеристики. И что самое интересное, это поворотники, поворотники. Ты иногда еле сигналом пользуешься, а тут тебе бац и поворотник, и на левой, и на правой, и тут тебе еще и аварийка. Реализована как в боевиках экшн-сцена. Если посмотреть назад и позади тебя будет езжать автомобиль, камера повернется именно в сторону мимо приезжающего автомобиля. Помимо всего вышеперечисленного, также существует и внутренний салон. Анимация вождения, а также визуальное повреждение и механическое повреждение, что влияет на характеристику автомобиля. 100 из 10, ребят. Дико вам рекомендую. Вот мне интересно, почему моего оппонента отсутствует внутренний салон. Меню сделали максимально удобное, адаптированное, особенно для новичков. Тут отсутствует карьера, но присутствуют интересные истории с покупками автомобиля, а также тест-драйвером. С детализацией автомобиля все в полном порядке. Очень красивые грани, даже зеркала заднего вида присутствуют. Внутренний салон автомобиля. Правда, этот внутренний салон будет присутствовать лишь только у тебя, а у твоих оппонентов он будет попросту отсутствовать. Тут даже есть такое понятие, как открытый мир. После прохождения всей эволюции, ты можешь выбрать спокойно один из городов и путешествовать, тем самым изведывая места после выбора своего любимого автомобиля марки Porsche. Добавили также новый режим, это захват флага, а все остальное осталось таким же прежним. Это погонка, гонка на время и обычный заезд. Добавили также мелкую разрушаемость, теперь можно разрушить какой-нибудь мелкий знак, дорожный знак, акустик или какой-нибудь рекламный щиток. Само повреждение автомобиля имеет два режима. В режиме эволюции ваша разрушаемость будет влиять на характеристику вашего автомобиля, а разрушаемость в режиме аркада ни на что не влияет. Вам будут предоставлены аж целых 6 локаций, шестая будет чисто гоночный корта. Все в остальном это Германия, Япония, Франция, Шотландия и Соединенные Штаты. В плане управления автомобиля оно стало максимально извилистым, теперь чтобы войти в поворот, не обязательно нажимать на кнопочку тормоз, чтобы повернуть достаточно теперь отпустить X. Управление стало максимально легким. Визуально игра очень красивая, но по сравнению с предыдущей частью, город как будто бы мертвый. Нет никаких ни птиц, ни воздушных шаров, ни лодочек, ни синицы и так далее. Единственное это дождь и снег, и якобы отражение на асфальте. Здесь абсолютно такой же случай, как и случай с Вирали и Вирали 2. У твоего автомобиля словно слабая коллизия, и она вот-вот провалится сквозь асфальт. А ведь неоднократно был такой случай, когда при ударе об стену, либо об бордюр, ваш автомобиль словно проваливался в текстурке, а затем выталкивался на дорогу. Я шучу. Я Фред. Игрушка Need for Speed Portion Laced подкупает чистой эволюции. В нее интересная игра чисто исторически, и немножко проходить тест драйвно. Ну а в плане чисто рейса, по сравнению с High Stakes, это полная халтура. 8 из 10. Рекомендую к просмотру и к игре, ребят. Need for Speed Portion Laced, это последняя игра, которая выходила на PlayStation 1. В дальнейшем NFS уже будет выходить на Next Gen консолях, это GameCube, Xbox Original и PlayStation 2. Под этим видео я оставлю ссылку на скачивание остальных ссылок, в том числе ссылки на плейлисты для слушания интересных саундтреков от этих 7 частей NFS. А также на скачивание остальных ссылок, чтобы не засорять свое описание под этим видео. Нас больше 500 человек. 500 человек, это огромное количество людей. Спасибо вам огромное, Боже, что бы я без вас сделал. Оставляйте лайки, пишите комментарии о том, что думаете, задавайте вопросы, пишите в личку, не стесняясь. Нажимайте под каждым моим роликом кнопку «Еще», и я оставляю более подробную информацию. Переходите на плейлисты, чтобы проверить, а все ли вы правильно делаете. В целом я посвящаю полностью всю тематику этих видео PlayStation 3. Ведь PlayStation 3 игра — это только начало. Пока-пока, ребят. О, мой бог. 500 человек. 500 человек. Мать моя женщина, 500 человек. Ты прикинь, это когда уже косая наберешь, то можешь уже подключать интерактив, типа лучшие комментарии попадут в ролик. Ну, я даже сейчас это могу сделать. Боже, 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 500 человек. Нет, это просто... Пока-пока смонтажируешь, у меня уже глаза болят, но мне так приятно это делать. 500 человек, мать моя женщина. Ты прикинь, типа это целое жилое здание, в котором мы живем. Это дерьмо, 500 человек, это же просто звездец какой-то. Ой, запись.